Расскажу сегодня про то, как развивалась архитектура клиентской части библиотеки VKID, с чего все началось и как она выглядит сейчас. Давайте немножко вспомним предыдущий доклад и еще раз пройдемся по цифрам. На текущий момент библиотеку VKID, которая предоставляет возможность авторизации с единым аккаунтом в сервисы нашей экосистемы VK, уже интегрировали до более 29 сервисов и ежедневно ей пользуется очень большое количество человек. Всего уже было зарегистрировано более 40 миллионов уникальных пользователей. С точки зрения того, что же сейчас находится в iOS библиотеке, VKID представляет собой более 30 различных экранов, которые складываются в более чем 10 разных сценариев использования, таких как авторизация, восстановление пароля, регистрация, рестор аккаунта и так далее. Если вы видели какие-нибудь из подобных экранов, то вы один из этих 40 миллионов пользователей, которые встречались и уже пользовались VKID. Итак, о чем сегодня поговорим? Начнем с того, что я расскажу о том, как вообще выглядела авторизация в старом клиенте VKID для iOS, когда еще не было никакой даже речи о вынесении ее в отдельную библиотеку. Потом обсудим, с какими проблемами столкнулись при написании первой версии и как она в итоге выглядела. После этого расскажу про ее эволюцию, толчком которой стали проблемы, с которыми мы столкнулись после написания первой версии. Ну и немножко поделюсь планами о том, к чему вообще хотим прийти и как в перспективе будет выглядеть архитектура библиотеки. Ну и так, начнем. Вспомним далекий 2011 год, еще старый дизайн мобильного приложения ВКонтакте. Как в то время выглядела вообще авторизация? Как и в любом приложении, это была некая простая последовательность экранов, довольно линейная. Вот логин и пароль, если это регистрация, то в дальнейшем заполнение каких-то регистрационных данных, выбор пола, загрузка аватарки и так далее. При этом эта последовательность содержала, как правило, небольшое количество ветвлений, потому что в то время еще не было большого количества разных сценариев для разных сервисов. Ну и поэтому вся эта логика была зашита непосредственно на клиенте. И эта логика была довольно простой. Любой экран авторизации содержал максимум 2-3 запроса, которые могли вернуть, допустим, 2-3 ошибки. С этим всем было просто работать и довольно просто поддерживать. Как, собственно, в любом уважающем себя приложении, авторизацию, как правило, пишут один раз и в дальнейшем довольно редко к ней возвращаются, потому что там максимум в случаях редизайн. Соответственно, какая же архитектура лучше всего подходит для экранов авторизации в таком приложении? Любимый всеми Apple MVC, Model View Controller, который Apple видела вот в такой вот схемке. Наверняка многие ее разработчики видели не раз и в документации, и в различных статьях. Соответственно, в архитектуре любого экрана заложены две составляющих. Это объект View Controller и объект Model. View Controller создает и обновляет модель, а модель уведомляет View Controller о каких-то изменениях состояния, например, о завершении сетевого запроса. Это отличная удобная архитектура для экранов с маленькой логикой, и поэтому даже не было никаких сомнений в том, что для авторизации не нужно изобретать каких-то сложных вещей, и поэтому использовали MVC. Как вообще выглядел в то время процесс авторизации? Пользователю показывается первый модуль, первый экран. Соответственно, модель у него в этот момент еще пустая. На первом экране пользователь может в эту модель добавить, допустим, логин, пароль и перейти с этими данными уже на второй экран. На втором экране эти данные каким-то образом проверяются, и если такой пользователь есть, то модель у нас выполняет запрос авторизации, и мы проваливаемся в наш авторизованный готовый профиль. Ну, может быть, и другая ситуация, может выяснится, что такого профиля нет, тогда мы открываем третий экран, на котором вводим имя-фамилию, загружаем аватарку и получаем какого-то нового зарегистрированного пользователя. Мы можем добавить ему на следующем экране сразу же каких-нибудь друзей из его списка контактов, ну и затем получить готовый авторизованный профиль. Какие тут могут быть плюсы и минусы? Плюсы довольно очевидны, это просто, понятно, с таким кодом, как правило, довольно легко работать, если он не разрастается. В такой процесс легко добавлять новый экран, легко добавлять дополнительные шаги вот в этот последовательный процесс создания аккаунта. Но при этом вся эта логика, как правило, зашита в клиентской части изначально, и, соответственно, конфигурировать этот процесс для воспроизведения различных сценариев, таких как, например, для одного приложения необходимо сделать вход по номеру телефона, для другого приложения вход по e-mail. Как правило, попытки конфигурировать это в такой архитектуре приводят к тому, что код обрастает большим количеством условий, это все сложно тестируемо, как правило, можно наследить большое количество ошибок, поэтому в этом случае MVC уже начинает стрелять и превращаться, как правило, в свою модификацию, всем известный Massive ViewController. То есть объект ViewController начинает перегружаться различными ответственностями и разрастается до необъятных масштабов. Ну и третьим немаловажным минусом для нас было то, что авторизация в то время у нас была написана, как и весь клиент ВК на Objective-C и имела тесные связки с базовыми классами из клиента ВК. Соответственно, при вынесении авторизации в отдельную библиотеку пришлось бы выносить и все эти классы. Этого, конечно же, не хотелось, поэтому также мы смогли в перспективе переписать авторизацию на Swift. Об этом скажу дальше. Как же мы подошли к архитектуре, мы подошли к этой задаче? Первая версия ВКонтакте, как уже говорил в прошлом докладе Вася, первая версия VKID появилась в тот момент, когда потребовалось сделать авторизацию для, отдельную авторизацию для мессенджера ВКонтакте. Соответственно, таким связующим звеном стала некая библиотека, которая в то время называлась VK Connect. Она уже приняла форму отдельного фреймворка, который в перспективе встроила к себе также приложение Lavin. К этому фреймворку предъявлялось небольшие, но важные требования. В первую очередь, необходимо было иметь возможность конфигурировать основной сценарий. То есть на старте мы должны были задать какие-то конфигурационные переменные, которые впоследствии при запуске процесса авторизации должны привести к тому, что вместо, например, входа по логин и паролю нам покажется вход по номеру телефона с таким-то дизайном и еще с аватаркой сверху. Вторым требованием было облегчение добавления в сценарии новых условий и ветвлений. В идеале настолько облегчение, чтобы для этого не приходилось релизить библиотеку заново. Ну и раз уже в тот момент начали задумываться о том, что VK ID в перспективе станет также и библиотекой для внешних сервисов, то необходимо было подумать сразу же об удобстве разработки дальнейшей, об удобстве поддержки этого кода и об удобстве для пользователей этого кода. Итак, еще раз вернемся к нашей схемке MVC и посмотрим после нее на то, во что превратилась архитектура одного экрана в рамках первой версии VK ID. Итак, во-первых, ViewController потерял свое, так скажем, обилие обязанностей и превратился в простую глупую View. Он лишь обрабатывал действия пользователя и слушал какие-то обновления от модели. Модель в контексте этой архитектуры превратилась в некий аналог презентера и отвечал за всю бизнес-логику, то есть за запросы к сети, запросы к хранилищу данных, какие-то действия, связанные с отправкой сообщения о том, что необходимо выполнить переход на другой экран и так далее. А моделью стало состояние. Моделью в том смысле, в котором оно было в предыдущей версии архитектуры. Состояние стало описывать текущий процесс авторизации, содержать все свойства, поля и настройки. Модель сохранит состояние и обновляет его, а состояние уведомляет модель о каких-нибудь произошедших внутри изменениях. Также поверх этого всего был добавлен фасад, который мы назвали степ. Поскольку процесс авторизации это пошаговый процесс, то нам показался это логичным. То есть степ, шаг. Шаг или степ являлся, во-первых, неким фасадом для всего модуля. Он по факту был также и фабрикой этого модуля. То есть создавал контроллер, создавал модель, связывал их воедино. Также степ был введен для того, чтобы создать удобную абстракцию для любого экрана. То есть цель была в том, чтобы оперировать некими абстрактными протоколами, а не конкретными вью-контроллерами. Ну и третье его назначение. Каждый степ умел запускать внутри себя следующий и так далее. То есть каждый степ был или мог быть начальной точкой нового сценария. То есть по итогу мы получили возможность представить любой сценарий в виде маленького объекта, который скрывал полностью всю реализацию сценария от пользователя этого объекта. Как же стал выглядеть наш flow авторизации? Вот так он выглядел до того, как появилась библиотека VKID. Так он, получается, стал выглядеть в первой версии. Ну, тут необходимо сделать уточнение. State на данной картинке как будто бы копируется из модуля в модуль. Но по факту State создается извне, прокидывается в первый модуль. Затем, когда нам необходимо показать следующий экран. Мы передаем этот же объект внутрь следующего экрана и так далее. Наш паровозик растет. Затем мы решили, что на предыдущем шаге мы хотим изменить какое-то свойство, например, поменять имя. Возвращаемся на предыдущий шаг, меняем имя, переходим далее и на последнем шаге после выполнения запроса от регистрации или авторизации, получаем наш авторизованный профиль. Стало уже чуточку сложнее, чем было. Но все еще вроде бы просто. Вспомним теперь о том, что было у нас одним из основных требований. Нам необходимо уметь конфигурировать этот процесс так, чтобы мы имели возможность подменить какие-то шаги прямо на лету. Для этого был введен объект конфигурации, с которым чаще всего приходится работать пользователем библиотеки. Конфигурация – это, по сути, набор некоторых свойств. И после инициализации из этих свойств внутри конфигурации создаются готовые несколько шагов. Как правило, самый важный из них – это первый шаг, с которого начинается весь видимый юзеру интерфейс. И шаг регистрации, в который пользователь проваливается, если авторизация, например, не удалась или что-то пошло не так, или изначально была потребность запустить регистрацию. И шаг, который выполняется после успешного получения всех регистрационных данных, то есть после успешного получения профиля. На последних шагах, как правило, есть возможность добавить, например, дополнительные поля в профиль, если это необходимо какому-то конкретному сервису. Итак, после создания конфигурации передается в объект фабрику, и фабрика уже непосредственно начинает наш новый флоу, флоу авторизации. Нажали мы на кнопку, фабрика получила конфигурацию, создала нам первый экран. Но вернемся чуть назад. Прежде чем создать экран, фабрика создаст нашу модель, наше описание текущего состояния авторизации. Внутрь этого состояния положатся все свойства, которые у нас хранились в конфигурации. И вот после этого мы запускаем первый экран. И запускаем первый экран с текущим состоянием. Вводим, допустим, логин-пароль и решаем дальше на следующем экране, что мы хотим, допустим, зарегистрироваться. Модель определяет, что нужно запустить регистрацию, спрашивает у состояния, какой там у нас первый шаг регистрации, состояние смотрит в конфигурацию, которая лежит внутри него, и отдает нам наш шаг регистрации. И вот как раз в этот момент уже добавляется гибкость. Мы можем при создании конфигурации определить такие свойства, которые изменят в этот момент поведение сценария. Двигаемся по нашему паролизику дальше. Зарегистрировались. Определяем, что надо запустить завершение авторизации. Предположим, что мы находимся в каком-нибудь приложении, которые помимо логина-пароля требуют от пользователя обязательно добавить аватарку. Конфигурация определяет, что нужно показать еще завершающий шаг с добавлением аватарки. Мы проходим успешно этот шаг и получаем наш готовый авторизованный профиль. Стало еще чуточку сложнее. Вот так в итоге выглядела первая версия. По сути, плюс-минус, это и была первая версия библиотеки VKID. Помимо всего прочего, мы добавили также Singleton для каких-то конфигурационных переменных, переменных окружений, такие как ключи для пользования библиотекой и так далее. Это довольно распространенная практика в разработке SDK, поэтому здесь вроде бы нет никаких особых подводных камней. Что в итоге получилось? Что получилось хорошо, что получилось плохо? Мы решили задачу конфигурации Flow и разнообразия наших сценариев. Стало гораздо легче добавлять в наши сценарии новые веточки. Но при этом, забегая чуть вперед, мы получили несколько мест, в которых у нас начался дублироваться код. Также, разумеется, как это всегда бывает, Singleton быстро разросся и оброс большим количеством переменных, которые, по идее, не очень похожи на то, что должно лежать внутри этого Singleton. И третье неудачное решение – это обработка одинаковых ошибок сетевых запросов внутри модели. Как правило, в авторизации большое количество запросов с плюс-минус похожими ответами. Например, запрос регистрации, запрос авторизации могут выдаст схожие ошибки, допустим, схожие ошибки, что номер телефона не вализен или что-нибудь подобное. Поскольку в этой версии библиотеки не было как такового отдельного слоя для исполнения сетевых запросов, то этот код начал дублироваться в модели. Итак, на этой ноте как раз можно перейти к эволюции вот этой первой версии и о том, как мы решали эти проблемы. Ну, а также обсудить еще несколько новых проблем. Как оказалось, одной из главных проблем в разработке СДК является часто изменение требований. В калейдоскопе огромного количества различных фич для большого количества сервисов зачастую некоторые экраны приходится переделывать настолько, что они после переделки вообще не похожи на то, чем они были изначально. И наоборот, их приходится переделывать очень сильно, но при этом они остаются похожи. Вот на слайде как раз есть два экрана, которые очень похожи друг на друга. Кажется, что экран справа является просто чуть обрезанной, чуть иначе сконфигурированной версией экрана слева. Но, по факту, это два разных экрана абсолютно. На них полностью разная логика, и они отвечают за два полностью разных сценария. Как мы с этим боролись? Во-первых, и как раз таки это было первым местом, где начался дублироваться код, мы начали писать разные шаги для визуально похожих экранов. Это позволило в итоге сконцентрироваться на поддержке каждой конкретной фичи без опасения сломать что-то в соседней. Но при этом, да, при этом начало появляться дублирование кода. Также в какой-то момент мы поняли, что нам не хватает гибкости даже наших шажков с нашей конфигурацией и перенесли часть логики на сервер. Как это выглядело? Например, при попытке авторизоваться с номером телефона пользователю на сервере проходили проверки, и пользователю возвращалась некая ошибка. И клиент обрабатывал эту ошибку на основе заранее прописанных соглашений. Соответственно, каждая определенная ошибка могла породить тот или иной дополнительный шаг в нашем процессе авторизации. По итогу получили возможность расширять процесс, не изменяя клиентский код. Ну и все вышесказанное в итоге привело к тому, что мы начали планово работать с техническим долгом, потому что фич было много. Какие-то фичи взлетали, какие-то нет. От тех, что не взлетели, оставались куски неиспользуемого кода. Все это приходится периодически чистить, поэтому без какой-то плановый, без каких-то запланированных в спринт задач, связанных чисто с техническим долгом, не продуктовых, со временем продукт превратился бы в тяжелоподдерживаемый. Поэтому на текущий момент мы регулярно закрываем какое-то количество технического долга. Проблема 2, про которую я уже немного говорил, это дублирование сетевого кода и в частности дублирование обработки ошибок. Как правило, сетевой код находится у нас в презентерах или в моделях. Ну и соответственно, его нужно было оттуда вынести, потому что мы не могли даже выполнить в разных экранах один и тот же запрос, не скопировав код. Это определенно не хорошо, поэтому сетевой код переехал в отдельный слой, который по классике назвали интерактор. Получили в итоге возможность таскать эти интеракторы между экранами и использовать от них те же уже написанные обращения к сети. Ну и здесь же близко лежит проблема обработки одинаковых ошибок. Мало того, что, да, про типы этих ошибок я уже сказал ранее, это могут быть какие-то ошибки логина или, например, ошибки проверок токена, который есть у клиента, которым пользуется пользователь. Ошибки валидации номеров телефонов и так далее. В данном случае мало просто вынести работу с сетей в интерактор. Эта обработка ошибок часто представляет из себя огромные свитч-кейсы, которые по итогу будут копироваться вместе с интерактором. Поэтому интерактор также теперь содержит внутри себя какое-то количество помощников, которые, по сути, являются просто хранилищем для вот этого дублируемого кода, для дублируемой логики, соответственно, также немножко избавляет нас от лишних копий. Вот. Немного давайте вспомним, как в итоге выглядела у нас первая версия. И после этого я покажу, во что мы превратились теперь после всех этих правок. Теперь у нас появился отдельный слой, отвечающий за работу с сетью, в котором также у нас есть дополнительные объекты, которые избавляют нас от копирования кода, связанного с ошибками. А в остальном в целом все осталось плюс-минер, так же, как и было. Итак, что мы хотим теперь со всем этим делать? Одной из главных наших проблем сейчас является то, что наш объект степ связан с сильной связкой с конкретным объектом, с конкретным view-контроллером. То есть нет никаких абстракций между ними и, соответственно, мы не можем использовать логику, которая находится в степ, в отдельности от конкретного экрана. И, в частности, из-за этого нам приходится иногда для похожих экранов писать разные шаги. Кажется, что можно добавить между этими двумя слоями чуть-чуть абстракции и избавиться от этой проблемы. Помимо этого, можно также посмотреть на архитектуру с точки зрения тестирования. Тесты, конечно же, писать нужно. И поэтому заранее стоило заложить для этого определенную структуру кода. Но, как это часто бывает, в калейдоскопе Fitch в интенсивной работе над продуктом тестами иногда пренебрегают. И, соответственно, сейчас эта проблема у нас также стоит. То есть наши слои друг от друга хорошо бы отделить протоколами, избавиться от лишних связей и по итогу получить возможность тестировать каждый слой в отдельности. Ну, как я уже сказал, планируем дальше избавляться от дублирования. Ну, и четвертая наша проблема – это то, что у нас в такой архитектуре все переходы между модулями раскиданы по нашим конкретным объектам степ. Соответственно, тяжело взглянуть на всю эту картину целиком за один раз. У нас тяжело уложить в голове все возможные переходы, все возможные сценарии. Поэтому хотелось бы прийти к какому-то единому типу объекта, который бы являлся какой-то картой переходов. Пока что кажется, что для нас хорошо подходят координаторы, которые складываются в какое-то дерево. Но, опять же, до сих пор это вопрос открытый, и мы сейчас над этим работаем. Кажется, что на этом у меня все.